Республиканская столица готовится празднично, отметит в сентябре основные торжества в честь столетия Карачаева Черкесии. Благодаря работе специалистов городского отдела наружной рекламы, облик Черкеска в последнее время значительно преобразился. С улиц уже удалены около 600 незаконных конструкций различного типа. В очередном рейдовом мероприятии принял участие наш корреспондент Артур Мхце. В Черкесске с каждым годом становится все меньше оляпистых, портящих облик города рекламных сооружений. В этом можно убедиться, посетив различные улицы региональной столицы. Понятно, что большинство предпринимателей против подобного отношения к своей, как они считают, собственности. Однако надо понимать, что почти все конструкции рекламного характера, размещенные в Черкесске, не соответствуют требованиям 38-го федерального закона о рекламе. Чтобы согласовать рекламную конструкцию, надо обратиться в мэрию. Мы выдадим ряд документов, на основании чего будем согласовывать вам вывески. Баннера, наклейки, тканевые изделия запрещены законом. В преддверии основных сентябрьских торжеств по случаю юбилея Карачао-Черкесии в городе активизировалась работа по наведению порядка в сфере наружной рекламы. На этот раз очередь быть демонтированными наступила для сооружений на улицах Международной и Калантаевского. Например, этот щит салона красоты стоит в центре Черкеска в непосредственной близости от проезжей части и создаёт помехи участникам дорожного движения. Несколько лет назад его незаконно установили по Калантаевскому. И вот успевшая выцвести металлическая конструкция через несколько минут демонтажных работ перешла в разряд лома. А эти баннеры по Международной постоянно отвлекали водителей от контроля за дорожной обстановкой на довольно узком и небезопасном участке улицы. Спустя некоторое время после выданного собственнику предписания данная реклама стала мусором. Впрочем, согласно правилам размещения конструкции подобного типа, она была им и до демонтажа. Было выдано более 250 предписаний за первое полугодие, более 450 демонтажных работ. И помимо этого проводились рядовые мероприятия по указанию главы города. И было убрано на основных улицах более 150 незаконных рекламных конструкций. Как говорят специалисты мэрии Черкеска, наведение порядка в сфере наружной рекламы будет продолжено и после праздничных мероприятий. Красивый облик города остаётся в приоритете. А значит, на улицах должно быть место лишь тем рекламным конструкциям, которые согласованы и выглядят эстетично. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.